В ближнем космосе есть жизнь. Это подтвердили исследования российских ученых. В 2010 году экипаж 25-й экспедиции вышел в открытый космос, чтобы взять образцы пыли с поверхности МКС и проверить износ металла. Процедура обычная, таковы правила эксплуатации. А вот результаты стали сенсацией. В космической пыли оказались микроорганизмы. Почему мы считаем, что все-таки у нас есть надежда определить, что там не просто ДНК, а живые бактерии? Потому что ДНК сама по себе, она не может долго сохраняться без организма. Поэтому раз мы определили ДНК, значит, скорее всего, там бактерии тоже есть. Другое дело, в каком они состоянии. Так, летело строго по осени. Облюдаем, как улетает. Эксперимент-тест, а точнее исследование, проводили пять раз. Специально разработали прибор. Внутри стерильные стержни. Все герметично. Попадание земных микробов исключено. Что делает экипаж? Он выходит в открытый космос, выворачивает на резьбе этот стержень, берет мазок с того места, о котором мы договорились. Вставляет в полость обратно и герметично его заворачиваем. И в таком виде он возвращается на землю. Понятно по определению, когда он вывернул этот, то эта полость вакуумируется, раз он находится в вакууме. И в вакуум же мы его вставляем и заворачиваем. Возвращаем в лабораторию. Так, выхожусь на открытый космонавты. Принято. Образцы пыли космонавты брали в разных уголках станции. И там, где для бактерий должно быть комфортно, под теплоизоляционной обшивкой, и на открытой поверхности, где солнечные лучи и огромные температурные перепады. Парадокс. Но именно в этой самой агрессивной среде и нашли признаки жизни. Мы на пороге каких-то открытий. Когда мы выходим в открытый космос, берем специальным образом мазки с поверхности, с разных поверхностей. С поверхности терморегуляторов, иллюминаторов, с поверхности люка, с поверхности станции, обращенной к Земле, с поверхности станции, обращенной к Солнцу. У нас уже проклевывается какая-то методика, где, что и сколько надо брать. В последствии наземной, очень чувствительной обработки, действительно, на современном уровне, иногда есть очень модное слово, наноуровне, действительно, на электронно-молекулярном уровне, то удивительные результаты совершенно возникают. Эксперименты с бактериями в ближнем космосе ученые проводили не раз. Микробы жили на поверхности станции, и в закрытых, и в открытых контейнерах. Но это были земные микробы, специально доставленные на орбиту. Поискать жизнь в местах загрязнения, где за 15 лет работы МКС накопилась пыль, взяв обычные пробы, мысли не возникало. Считалось, Солнце и космическая радиация смертельны для любых земных организмов. Для того, чтобы микроорганизмы выживали, им нужно загрязнения, которые могут, во-первых, укрывать их до какой-то степени от ультрафиолета, и, главное, обеспечивать сцепление с поверхностью. Тест российских ученых показал, бактерий в космической пыли есть, правда, немного. После молекулярной диагностики и сравнительного анализа космическим образцам нашли земные аналоги. В первом эксперименте мы определили бактерию рода Делфте. Это экстремальная бактерия, которая встречается в источниках, в рудниках, в почве, в воде, в экстремальных условиях на Земле. Затем мы определили, что на поверхности МКС существует ДНК микобактерий. И последний эксперимент, который был, мы нашли ДНК некультивируемых бактерий, которые, в частности, встречаются в почве Мадагаскара. Это видео снимали биологи. Когда привезли космические образцы, в институте был настоящий переполох. Съемка внутри запрещена. Стерильность наивысшей степени, чтобы не занести земное. В каком состоянии бактерии находятся в космосе, спящем или активном, и как они там оказались, еще предстоит выяснить. Одна из главных версий – долетели с Земли на микрочастицах. Есть так называемая стратосферная электрическая цепь. Не только может воздух переносить, а могут какие-то электрозаряды переносить эти элементы. Если они такие устойчивые к условиям, таким неблагоприятным, то они могут выноситься и другими средствами, а не только воздушные. Воздух-то разряжен там, остатки атмосферы, но они существуют. И на каких-то частицах они, вот как предполагает занесение на Землю жизни, да? Что они могут, какие-то микроорганизмы, путешествовать на частицах материальных. И еще одна версия происхождения микробов на МКС – они из дальнего космоса. Разносчиками жизни по Вселенной вполне могут быть кометы или астероиды, в составе которых есть лед. Из наблюдений и исследований нашей Солнечной системы мы знаем, что довольно много органического вещества было принесено астероидами и кометами. И мы знаем, где формировались астероиды и кометы. Недавно астрофизики обнаружили еще одно косвенное подтверждение космического биомира. На расстоянии 455 световых лет от Земли в протопланетном облаке нашли сложные органические соединения. Сформировались они не в области горячей молодой звезды, а в периферии, где низкие температуры. Кто знает, может, эта новая планетная система станет новым обитаемым миром. Они увидели одну достаточно важную молекулу, она называется метилцианид. Это соединение метана CH4 с синильной кислотой. Оба вещества достаточно ядовиты. Но метан — это природный газ. И вот эта молекула, в этой молекуле есть связь СН. А СН-связь, она важна для формирования дальнейшего наращивания химической сложности в системе. И формирования даже вот нуклеоатидов и далее этих кислот, которые, собственно, и определяют ту форму жизни, которая есть у нас. До сих пор считалось, биооболочка нашей планеты ограничивается высотой в 90 километров. После эксперимента-тест, скорее всего, биограницы придется расширить до 400 километров — орбита Международной космической станции. А может, и вовсе границ никаких нет, и Вселенная едина, а жизнь так и кочует из одной системы в другую. Или провозью маскафон, а музыка у нас ходила в направлении травм. Продолжение следует...